всем привет сегодня у меня видео необычного формата сегодня я не буду шить сегодня я буду хвастаться последние две недели я была в россии по делам и в свободное время я естественно посещала магазин рукоделия кое-что я купила и привезла с собой в комментариях к последнему или предпоследнему видео а также ну предыдущем видео тоже были вопросы какой фурнитурой я пользуюсь какие материалы я использую как это я храню все где я покупаю и вот как говорится с пылу с жару я распаковала чемодан и хочу вам показать что же я с собой привезла перед этим я хочу поблагодарить вас всех мои дорогие подписчики девоньки вы солнышки для меня после чтения ваших комментариев на душе становится светло и тепло у меня даже не хватает слов чтобы выразить все свои эмоции насколько я вам благодарна за поддержку за те добрые слова которые вы пишете я очень рада и счастлива что у меня есть такие подписчики что же я с собой привезла вот материал ламинированный для корсетных изделий 50 на 50 сантиметров толщина 3 и 3 миллиметра плюс минус 5 процентов это поролон он с двух сторон укреплен трикотажной тканью здесь хп здесь синтетика я так полагаю что это для производства бюстгальтеров на бюстгальтер решить я не буду я буду использовать вот для стежки я видела девочки стягают сумки косметички какие-то небольшие изделия используя поролон 05 я поискала у нас здесь и в россии я не нашла 05 я и в строительных магазинах смотрела где только не была в магазине ткани я спросила мне предложили вот этот материал ну конечно же я его купила к сожалению было только три рулончика вот два такого телесного цвета и один черненький буду пробовать снимать и делиться с вами что же из этого всего получится мешочек номер два купила 2 на . вот такой пряжи это шинил по моему называется турецкая пряжа dolce yarn art кроме шитья я еще вижу я сама не знаю что я из этой пряжи буду делать у меня просто на нее глаз упал я увидела такие симпатичные цвета бирюзовый и серенький ну взяла посмотрим что-нибудь из нее да я и сделаю как плюшкин да вот все собираю как мышка в норку мышка в норку затем я очень много косой бейки и вточной кант вточной кант так вот белый вточной кант голубой косая бейка понемножку ну я привезла это не потому что здесь этого нет здесь это все конечно есть можно купить но цены совсем другие вот здесь у меня тоже вточной кант такого серебристого цвета шнурочки вот потолще их можно использовать в качестве ремешочков да на какие-то сумочки небольшие этот я вообще не знаю зачем я его купила ну вот купила ну вот есть у меня такая слабость вот что-то я увижу да есть какие-то призрачные идеи в голове я покупаю потом это все лежит ну и конечно потом это все пригождается на самом деле нитки темно-синие они что нужны при работе с джинсовой тканью молнии вот здесь вот голубенькие буквально несколько штучек маленькие тоже ну их я уже брала действительно из экономических соображений потому что молнии у нас здесь достаточно дорогие 3-4 евро за штучку в переводе на евро эти молнии стоили мне 30 центов ну естественно я их купила я не купить не могла какие-то остаточки каких-то красивых ленточек да вот такая тоже мне понравился узорчик может где-то на какой-то сумочке из черной джинсовой ткани ремешок да может быть я сделаю посмотрим так в этом мешочке тут много всего я купила иголки иголки я купила супер стрейч микротекс универсальный топ штих это кстати иголки топ штих они для шитья двумя нитями если вы помните я делала видео да где шила двумя нитями машинная вышивка узоров сашико то эти иголки специально для двух нитей здесь ушко чуть побольше потом взяла вот они две до универсальные номер 120 у меня не было у меня самые крупные были 110 вот я на 120 взяла ну и микротекс и супер стрейч понятно для каких-то тянущихся тканей трикотажных цепочку я взяла для клатчей ну она такая симпатичная круглая цепочка не сильно крупная не сильно мелкая потом еще одну вот фурнитура для сумок тоже цепочка она уже с карабинчиками тоже для клатчей кстати вот цена 195 рублей 2 евро но здесь я бы наверное такую евро за пять за шесть покупала наконечники для молнии честно говоря я их увидела впервые мне девочки в магазине показали я их не видела даже не знала об их существовании я конечно купила вот здесь и белые и вот такого цвета желтого кнопочки для них купила и купила я много замочков ну как много несколько замочков поворотных поворотных сейчас покажу такие вот такие такие кругленькие всякие тоже вот опять же наконечник для молнии застежка тоже для сумки посмотрим 95 больше евро вот она для портфельчика не обязательно для портфельчика такая какая-то застежка в общем всего понемножку основном застежки вот какие-то уголки и до наконечники для молнии вот еще какие-то держатели для ручек тоже интересные не знаю даже как их применить разберемся уже по ходу действий это для ремешка вот даже чек у меня здесь сохранился но я посмотрела конечно что сэкономила я очень прилично если бы я все это покупала здесь я потратила бы раза в три как минимум больше и конечно каждый раз я с тобой нитки разных цветов кто-то может спросить а что в германии нет ни тогда есть девоньки есть в россии и везде они есть нитки гютерман распространены да но цена их опять же какого там 200 с лишним рублей а эти стоят 30 рублей ну грех не купить да я вот опять просто разных цветов на выбирала не под какие-то конкретные проекта просто вот в корзинку скидывала какие-то интересные красивые цвета несколько катушек для вышивания я купила вот для ниток кстати сейчас покажу у меня есть такие органайзеры уже видели наверное здесь у меня по цветам ниточки и и пока я находилась в россии я заказала еще один органайзер я немножко переберу да систему может быть поменяю где-то сделаю нитки для шитья где-то сделаю какие-то нитки специализированные да так сказать для вышивки у меня здесь есть то есть наверно одну коробочку я сделаю для вышивки металлизированные нитки которые вот не совсем обычные беру купила две ткани такие вот интересные такую голубую ткань это сатин ширина его по моему 80 сантиметров если я не ошибаюсь да наверное у меня стол вот сейчас померяем до 80 сантиметров но ткань это очень симпатичная она мне нравится и тогда была только голубого цвета в этот раз в другом магазине я увидела такую же ткань с таким же рисунком только коричневого цвета ну естественно я взяла и ту и ту по три метра ну тоже там 100 рублей с копейками но грех не взять такую ткань да за 1 евро где я возьму здесь в европе хлопчатобумажную ткань за 1 евро за метр любой ширины и еще я с собой привезла сейчас покажу вот такую ткань купила это синтетика с люрексом она поблескивает из нее я буду шить платье и рукава буду делать вот из такой сеточки рукавчики будут объемные платье я буду шить и по поводу десятилетия свадьбы со дня свадьбы да у нас будет юбилей через месяц ну и мне бы хотелось как-то красиво выглядеть вот платьев у меня нарядных ну вообще-то и нет потому что куда их одевать собственно здесь в европе никто нарядно не одевается все одеваются удобно да вот для него же я купила дублеринчик трикотажный на подборта там на тачку может быть посмотрю я еще не знаю какой фасон я посмотрю подумаю на досуге что же мне из этой ткани сделать да платье может быть костюмчик ну и хотелось бы конечно с вами поделиться если вам интересно пишите в комментариях я буду шить платьишко тогда снимать и вам покажу какое платьишко вот так я храню косые бейки в коробочке намотав на картонке вот они все на виду здесь вот это не одна у меня коробка у меня еще одна есть я просто показывал как я храню вот в таких коробках я храню молнии у меня их две одна коробка но я ее не стала доставать там у меня молнии крупные тракторные здесь у меня такие спиральные да какие-то металлические небольшого размера есть длинные всякие и есть на метраж я покупала разных цветов в этой коробочке у меня всякие карабины регуляторы замочки вот несколько фермуарчиков у меня есть пластмассовые такие вот для ремешков разных цветов они у меня в мешочках отсортированы по размерам крупные средние там совсем маленькие есть да вот эти вот тоже регуляторы какие-то заглушки много всего ну я это конечно девоньки все не за один раз покупала ну вот шью какую-то сумочку да надо мне определенного размера карабинчик в магазине покупать их конечно дорого в розницу поэтому я беру оптом на амазоне как правило они идут там по 10 штук по 20 штук вот я беру до пачку вот они лежат вот так много накопилось поэтому не думайте что я вот за раз все это купила да таким образом тоже они у меня здесь и желтые и белые всякие все вместе раскладываю тоже надо будет здесь немножко перебрать прибрать может быть тоже систему по-другому сделать нитки перебирать я закончила вот у меня коробочка получилось тут у меня не вышивальные нитки вот такие металлизированные да золотые и серебряные если можно их так назвать толстые нитки ну в общем какие-то такие нитки непростые да вот две коробочки получилась с обычными нитками удобные кстати органайзеры очень наглядно мне все видно сверху да не надо что-то искать но белые черные нитки понятно у меня вообще отдельно лежат я их даже сюда не складываю еще хочу показать как я храню и кнопочки заклепки всякую мелкую фурнитуру такая коробочка у меня есть тоже трех ярус здесь вот тоже чу только нет такие наборчики я покупала тут и люверс и маленькие маленькие блочки инструмент это я шила костюм шута нужно было колокольчики но тоже только таким пакетом они продавались тут глазки всевозможные носики чего только тут нет девоньки я сама иногда пугаюсь того что вот у меня столько всего до сидишь и пока не кончится нет я покупаю что-то снова но я девоньки не виновата вот надо мне было в блочки опять же до люверсы то есть 11 миллиметров шириной ну вот пачка 20 штук ну вот надолго теперь ее хватит то же самое все остальное вот эти вот да мне надо было их три штучки ну вот пришлось покупать целую пачку ну все я наверное вас уже утомила показом своего барахла вы уж меня девоньки сильно не критикуйте не ругайте за то что я такая плюшкина я очень надеюсь что я такая не одна ну сами понимаете заходишь магазин а там все и все это хочется глаза за ведущие руки за гребущие но у меня конечно это все за много лет накопилось не за один раз да я уже говорила еще я хочу вас спросить интересен ли вам был бы прямой эфир я бы хотела провести прямой эфир пообщаться с вами ответить на ваши вопросы я думаю что они у вас есть вас что-то может быть поспрашивать я честно говоря не знаю как это все проходит технически ну буду учиться жду в комментариях ваши сообщения на этом я прощаюсь с вами всем желаю хорошего настроения до свидания